МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведь до недавнего времени у нас было Министерство имущественных отношений. И какие новые задачи возложены на Госкомитет? Спасибо за вопрос, Елена. Действительно, у нас ранее было Министерство, теперь у нас Государственный комитет по имущественным земельным отношениям. И, соответственно, вот тут круг полномочий, который был ранее у Министерства, оно сегодня трансформировалось в те полномочия Государственного комитета. Частично эти полномочия расширены. Но основная задача, которая сегодня ставится главой республики и в сфере имущественных земельных отношений правительством республики, это сделать нашу работу в сфере распоряжения имущественными земельными отношениями более открытыми и прозрачными. Вот эту работу мы для себя на перспективу как раз и ставим. Насколько я знаю, чем больше объектов государственной собственности вовлекаются в коммерческий оборот, тем ощутимее неналоговые поступления в бюджет, в пополнение доходной части. И Госкомимущество, так же как и Министерство имущественных отношений прежде, активно работает в этом направлении. И эффективное использование государственного имущества напрямую зависит от полноты и качества его учета. Да, Елена, от полноты и качества государственного учета имущества и земельных ресурсов зависит как раз доходная часть республиканского бюджета от неналоговых поступлений. Но в этом направлении мы работаем совместно с муниципальными образованиями, которые также эту работу осуществляют у нас. Вот если сравнивать даже 9-11 год, то примерно где-то доходы от этого направления деятельности в бюджет республиканский свыше 1,3 млрд. были. А если уже анализировать следующие трехлетия, это 12-14 года, то работа эта усилилась, и доходы поступили уже свыше 2,2 млрд. рублей. Сколько объектов внесены сегодня в реестр государственного имущества Чувашской Республики? Вот хотелось бы про реестр государственного имущества отдельно сказать, так как это базовое, основное понятие, и сфера нашей деятельности как раз начинается с учета государственного имущества. Без надлежащего учета невозможно качественное и добросовестное распоряжение государственным имуществам. Хочется сказать мне, проводя параллели по годам, как раз что в 2012 году, когда мы к этой работе приступали, вот непосредственно я, когда пришла в Министерство государственного имущества тогда, то актуализация госимущества реестра составляла всего лишь порядка 50%. Сегодня эта цифра достигает 98% от актуализации всего госимущества. Это свыше 11 тысяч объектов недвижимого имущества, около 3 тысяч объектов земельных ресурсов, это свыше 20 тысяч гектаров земельных ресурсов различных категорий. Это и, конечно же, наше учреждение и предприятие свыше 400 единиц. В этом году вы достаточно активно занимались как раз актуализацией земель. Какой эффект принесла эта работа? Актуализация земель – это отдельная наша плановая работа. Хочется сказать, что нашей программой, государственной программой по управлению имуществом, это в целом в республике эта программа действует. Мы, как и другие субъекты Российской Федерации, к этому направлению подходим планомерно. И мне хочется сказать как раз о том, что выстроенная сегодня уже база по этому направлению характеризует вообще республику в целом, потому что мы эту работу выстроили сегодня таким образом, что мы имеем минимальное количество и оспариваний по этому направлению, особенно по землям сельхозназначения, особенно по особо охраняемым категориям. Мы речили о каких-то судебных спорах. Да, когда вообще практически судебных споров не имеется. Отдельное направление – это земли населенных пунктов, но мне сразу про них хочется отдельно сказать, так как мы их оценивали в 2013 году и оценивали почти около 500 тысяч единиц земель населенных пунктов, которые вошли в массовую кадастровую оценку. И сегодня мы имеем результаты и оспаривания нашими собственниками и в комиссии при Росреестре, и в судебном порядке. Но здесь мне хочется сказать, что эта работа, она у нас текущая, даже не назовешь ее, это право наших собственников выделить свой объект недвижимости из массовой оценки земли, надо сказать. То есть установить стоимость уже в размере рыночной. Это немножко другое понятие. К нему другие подходы, к нему другие принципы используются в оценке, оценщиками независимыми, которые в суде или в Росреестре ответственны за это направление. И, соответственно, я считаю, что это нормальный процесс, который соответствует вообще праву собственности, потому что любой собственник, он понимает, бремя собственности обременительно. И, соответственно, собственность, она требует ухода, вложений, капитала и так далее. Что я считаю нормальным в условиях 21 века. Наталья Юрьевна, мы сейчас говорили, если речь идет об актуализации, это касается земель абсолютно всех. Вот конкретно про земли сельскохозяйственного назначения, что сделано в этом направлении, какие планы у вас? Да, земли сельскохозяйственного назначения в части актуализации мы оценили в 2015 году. Это последняя наша актуализация, которая состоялась. Оценщик был выбран на аукционе, независимо, соответственно, это была организация города Москвы. Сегодня мы оценили свыше 145 тысяч объектов. И в среднем повышение кадастровой стоимости в массовой оценке у нас достигло от 3 до 5%. То есть оно незначительное, не превышает средние показатели по Российской Федерации. И поэтому мы даже оспаривания не ожидаем в этом направлении, хотя право такое у собственников имеется. Ну, кстати, вот кадастровая оценка земель, как часто проводится, и какой, в общем-то, интерес у населения от этого, что мы имеем в результате? Или это сугубо ваши дела? Нет, это наше взаимное направление, потому что в этом направлении мы работаем совместно и с федеральными органами исполнительной власти, и с органами местного самоправления, и с нашими гражданами, собственниками, юридическими лицами, собственниками, и органами исполнительной власти на территории того или иного субъекта. Вот мы в республике как раз, о чем я и говорю, постарались выстроить эту работу, чтобы все в этой цепочке были взаимосвязаны, и чтобы все стремились к конечному итогу к достоверной массовой оценке, к тому, чтобы каждый объект был учтен, и массовая оценка была максимально достоверной. Мы в этом направлении именно работу начинаем с органов местного самоправления, и сегодня мы внесли ряд изменений в нормативно-правовые акты, которые действовали с учетом того опыта, который уже накопили сегодня. Мы законодательно закрепили ответственность органов местного самоправления за сбор исходной документации, которая ложится в основу оценки. И, соответственно, так как мы все равны в наших правах и обязанностях, это говорится на любом уровне власти, на любом уровне не только власти и наших граждан. Соответственно, мы знаем, может быть, наши граждане и не все еще знают. Скажу, что у нас в республике есть правительственная комиссия, которая рассматривает итоги, которые нам выдает оценщик. Мы эту работу координируем, но непосредственно итоги расцениваются на правительственной комиссии, где все эксперты в этом направлении присутствуют. Соответственно, мы в этом направлении заложили сегодня, что все и органы местного управления, и федеральные органы, и наши граждане могут, помимо того, что мы публичные слушания проводим по тому или иному направлению, также могут высказывать свое мнение и письменно, и устно на правительственной комиссии до утверждения результатов. Еще раз повторяюсь, для того, чтобы максимально достоверная была в итоге массовая оценка, которая ляжет в основу для налогообложения. Потому что во избежание тех случаев, когда мы увидим, не дай бог, такие случаи будут, как собственники, что в разы увеличивается, допустим, налог тот или иной. Поэтому мы стремимся именно к тому, чтобы, хоть это и массовая оценка, но в любом случае были использованы все возможные подходы оценщиками, которые отвечают за результаты этой работы. – Наталья Юрьевна, в этом году проводилась еще и народная инвентаризация земель. Вот какую силу, скажем так, имеют ее результаты и для чего она проводится? – Вы знаете, народная инвентаризация у нас проводилась в свободных земель в категории населенных пунктов. И, как мне видится сегодня, хотя я пока могу сказать только о предварительных результатах, потому что по срокам эти работы еще не завершены у нас, которые были озвучены в послании Михаила Васильевича Магнатьевна как раз 2015 год. Работа в этом году, второй этап уже ее идет. Если на первом этапе мы выявили в разрезе муниципальных образований свыше 2000 свободных земель в категории населенных пунктов, которые в принципе не использовались, то сегодня задача не просто их выявить, а именно сформировать и вовлечь в оборот. Вот если говорить о формировании этих земель в этой категории, то органы местоправления на сегодняшний день около 40% сформированы. И около 60% от сформированных сегодня уже вовлечено в оборот. Вы знаете, это хороший показатель, но нам еще нужно, как говорится, максимально вовлечь в оборот те земли, которые вообще выявлены. Я хочу сказать, вот здесь ряд положительных моментов и примеров уже можно сегодня озвучить. Когда народная инвентаризация вот этих земель, она нам позволила, например, и другие направления нашей деятельности уже развивать. Если раньше мы с тремя основными способами выявляли земли для предоставления многодетным, я сегодня их не буду озвучивать, то в ходе народной инвентаризации мы выявляем также свободные земли, которые как раз подходят для предоставления многодетным. Так, например, в Чебокцарском районе порядка 20 участков было только из выявленных, но у них вообще большой показатель таких земель, свыше 300 они выявили, и 20 предоставили непосредственно для многодетных семей в рамках закона номер 10 Чувашской республики. В городе у нас еще остались неиспользуемые, неучтенные земли. Вот касательно города Шумерли, здесь еще другой пример мне хотелось бы назвать. Тоже порядка 16 земельных участков у них было выявлено, и уже сегодня 11 вовлечены, и вот какой доход это приносит. Сегодня, например, по одному из участков, я знаю, что у них, мы эту всю работу отслеживаем, на торгах выставлен земельный участок под строительство многоквартирного дома на два года срок аренды, и, соответственно, каждый год порядка 3 миллионов доход в муниципальный бюджет от этого направления получают. Хотя раньше вообще он был, у них неиспользуемый земельный участок, свободный. Сегодня там и строится, мы видим положительный социальный эффект в этой части, в том числе некий процент под расселение граждан из аварийного жилого фонда предполагается туда. И, соответственно, мы видим застройку уже земли, и поступление от арендных платежей почти 3 миллиона ежегодно. Это на протяжении двух лет у них предполагается. Вот такие случаи. Поэтому сегодня мы уже видим и знаем, можем делать конкретные выводы о том, что народная инфетеризация вот на этой категории земель, она дает положительные результаты. Именно сельхозом Чуваши сегодня озвучено на том, что этот пример нужно использовать на примере земель сельхозназначения. Сейчас мы совместно этот вопрос изучаем, как лучше и в какие сроки лучше к этому вопросу подойти. И уже в будущем году будем для себя строить планы именно в этом направлении. Наталья Юрьевна, с землями все понятно. Что касается другого имущества, которое также принадлежит государству, насколько эффективно оно используется, каков план приватизации этого года, он выполняется или нет? И что предстоит сделать в ближайшее время? Действительно, что касается плана приватизации, программы приватизации государственного имущества Чувашской республики, в этом направлении у нас на 2015 год утвержден соответствующий план. Мы его придерживаемся. Сегодня у нас порядка 40 объектов, которые включены в прогнозный план, и мы по которым работаем. В этом году мы планируем продавать акции 50% это Чувашей и Курорт, выставлять также на продажу повторно пакет акций Чуваш Автодор, также реализовывать преимущественные права общества с ограниченной ответственностью Волжские зори. Это вот те крупные, которые предстоят у нас еще продажи, несмотря что конец года. Но вот эти торги у нас, я думаю, будут назначены и состоятся, дай Бог, в 2015 году. И мы увидим с вами конкретный экономический эффект. А если говорить за последние три года, то доходы от приватизации республиканского имущества на протяжении вот этих трех лет составили свыше 980 миллионов рублей. То есть это значимая часть поступлений именно от приватизации республиканского имущества в доходную часть республиканского бюджета. И какие планы на 2016 год? На 2016 год прогнозный план у нас будет меняться еще в установленном порядке, так как мы будем еще прогнозы оценивать. На сегодняшний день мы планируем, что будем выставлять Газпром Межрегион Газ Чебокцары, это общество с ограниченной ответственностью, пакет акций чуть больше 22%. Ряд объектов, конечно, недвижимого имущества, также ряд объектов движимого имущества. Вот в рамках приватизации мне хочется отметить, что у нас вот это направление, оно в целом является открытым и прозрачным. Все у нас участники наделены равными правами на доступ наши аукционы. Основной способ приватизации, который мы сегодня используем, это открытый аукцион, 85% мы на открытом аукционе проводим. Сегодня мы в Госкомитете торги проводили, используя аудиозапись. За последний месяц мы перешли помимо аудиозаписи на видеозапись, выставляем эту видеозапись на наш сайт. Любой пользователь сети интернет может зайти на наш сайт и воспользоваться той записью, посмотреть, каким образом торги проходили. Даже это возможно в случае оспаривания, мы этого не боимся. Мы, наоборот, считаем, что это нормально в условиях современной экономики. И на будущий период мы планируем для себя делать видеозапись именно в режиме онлайн. Чтобы в режиме онлайн, так как у нас участники торгов не только из Чувашии, это могут быть различные субъекты, сразу же в режиме онлайн могли видеть, как проходят торги, каким образом аукционист поступает, согласно, не согласно с действиями, комиссиями. Потому что я считаю, это на цивилизованный подход во всем мире таким образом поступает. И я думаю, что это нормально. Именно плановым к этому подошли. И в 2016 году для себя такую задачу ставим. Быть более прозрачны к вам, к нашим гражданам, к нашим юридическим лицам, которые сегодня выступают потенциальными инвесторами. Ведь цель приватизации – это не избавиться от государственного имущества, а цель приватизации – это как раз развитие наших предприятий, учреждений, наших хозообществ. И цель пополнения, помимо развития, конечно, доходной части республиканского бюджета. Далья Юрьевна, а что еще, кроме приватизации, приносит доход в республиканский бюджет? Как еще можно использовать это имущество? Вы знаете, это много направлений у нас. Сейчас это и арендные поступления. В части арендных платежей, конечно, в 2015 год он внес свои коррективы. Хотим мы этого, не хотим. У нас в этом направлении в 2015 году больше работы именно судебно-исковой и на стадии исполнительного производства. Если ранее мы практически на стадии исполнительного производства, у нас только возбуждением исполнительного производства дело заканчивалось, и сразу же практически у нас было исполнение принятого решения. Да, да. А сегодня мы вынуждены совместно со службой судебных приставов, с которой заключили отдельное соглашение для этой работы, создали в государственном комитете межведомственную комиссию с участием службы судебных приставов, с участием наших предприятий и учреждений, которые имеют как положительный, так и не очень такой хороший опыт, но тем не менее не имеют его по взысканию задолженности. И рассматриваем основных наших должников вначале на этой комиссии с приглашением, повторяя, службы судебных приставов, выезжаем на место, делаем, соответственно, с приставами действия на месте по взысканию задолженности, принимаем участие в описи имущества должников, налагаем аресты совместно с ними. Вот наши действия в 2015 году во многом именно приходят к результату, когда мы совместно совершаем эти действия. И ряд у нас исполнительных производств затяжной характер уже имеет, и ряд исполнительных производств уже, сводные исполнительные производства произошло, когда должников происходит несколько к одному должнику, взыскателей несколько. Такие сводные исполнительные производства уже сегодня в 2015 году не редкость. Соответственно, часть должников у нас находится за пределами республики, И это уже производство города Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации. Поэтому вот 2015 год, повторяюсь, внес свои коррективы. Но мы в этом направлении четко для себя выстроили, что минимизировать необходимо задолженность по арендным платежам. И мы в этом направлении работаем. И мы также будем работать и в 2016 году. Наталья Юрьевна, где человек заинтересованный, допустим, потенциальный инвестор, может увидеть, скажем так, в комплексе результаты работы Госкома имущества? Мы еще в 2012 году, когда Владимир Владимирович Путин говорил в своем обращении к Государственному совету о том, что использование земли должно быть максимально открытым и прозрачным. В 2012 году, уже в декабре, приняли соответствующее решение на уровне правительства Чувашской Республики о создании единого информационного ресурса. И сегодня мы в этом направлении работаем. Я считаю, что все наши граждане и юридические лица, предприниматели могут спокойно и свободно получить информацию о всех свободных земельных участках, которые у нас находятся в государственной, муниципальной и собственность на которой не разграничена. Вот этот сайт, так называемый, этот баннер на нашем сайте имеется, где есть земли, предполагаются и для строительства, и для инвестиционной деятельности. Но сегодня мы подошли к тому этапу, когда мы уже готовы говорить и сегодня расцениваем свои возможности, как мы эту работу будем строить, о том, что это направление нужно развивать с точки зрения того, что не только здесь о свободных землях нужно говорить, но и об объектах недвижимости. Повторяюсь, что эта инициатива главы Республики Михаила Васильевича Игнатьева не только касательно нашего направления, но и нашего в первую очередь, во избежание коррупционных рисков, во избежание тех или иных недоразумений, недопонимания со стороны нас, со стороны общества, как раз выстроить работу в сфере имущественных земельных отношений, сделать более прозрачную и открытой. Мы как раз надеемся на взаимопонимание и открытку как раз со стороны гражданского сообщества. Ибо вот сама, когда я бываю у вас на телевидении, чувствую как раз потом, реально ощущаю, когда наши граждане просто к нам обращаются, даже по телефону приходят на наши приемы граждан, которые мы всегда планово проводим, и высказываются по тому или иному направлению. Даже вот так как ранее я непосредственно курировал направление земли, земельных отношений, граждане просто приходили и сообщали, где свободная земля, где она просто лежит и требует, чтобы ее вовлекли в оборот, к чему мы стремимся. Вот за что спасибо большое мне хочется сегодня сказать. И надеюсь, что в дальнейшем мы будем также совместно с нашими гражданами, с нашими представителями средств массовой информации, потому что также вы много узнаете от наших граждан и юридических лиц в этом направлении. Мы эту работу будем выстраивать. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня на студии была председатель Государственного комитета Чуварской Республики по имущественным и земельным отношениям Наталья Тимофеева. Всего доброго. Спасибо за внимание.